Друзья, всем привет! Очень рада вас приветствовать на своем канале про вязание. Меня зовут Рая. Для тех, кто здесь впервые и кто меня еще не знает, если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь на мой канал. И сегодня... Какое у меня сегодня число? Сегодня 5-е, по-моему, или 4-е? Нет, сегодня 5-е. Так, девчонки, давайте посмотрим. Видите, я уже заблудилась в днях. 5-е апреля, пятница сегодня, да, точно. Так, начинаю свой новый влог. И это будет влог 3-х дней. Пятница, суббота, воскресенье. Возможно, закончу я его в понедельник утром. Потому что, если так получается, я вам буду показывать каждое утро свои продвижения. Хотя, девчонки, честно, я не люблю начинать съемки с утра. Как вы видите, на столе вот это все отсвечивает, эти тени. Это я еще с учетом того, что шторы закрыла. Утром все, вообще со всех сторон солнце светит. И это вообще кошмар. Меня проще снимать вечером при искусственном освещении, при прожекторе, чем вот так вот. И те же даже, если что-то садится снимать мастер-классы, то днем это нереально. Потому что, ну, все вот это солнышко везде и всюду светит. Вот. Так, девчонки, как вы видите, на столе у меня лежат шапки. Ну, те, кто, девочки, смотрел предыдущий влог, те уже знают, что я хочу повязать для магазинчика. Меня попросили что-нибудь повязать им на продажу. В общем, я решила начать хотя бы с шапочек. И у меня эта шапочка, ей 100 лет. Я ее собираюсь выкидывать. Она была вязана у меня из акрила. Какого-то, не помню, из виты какой-то, по-моему, акрил был. Ну, в общем, короче говоря, я хочу повязать таких шапочек. И помните мою водолазку лапша? Я ее все, не я, а папа мой, полностью ее распустили. Все, короче говоря. И, ну, нитки я не отпариваю ничего. Я считаю, что стирка все это выровняет. Сейчас вот даже заметно тут петельки гуляют. Я начала вязать первую шапочку. Да, я вчера ее еще начала вязать. И сегодня вот чуть-чуть продвинула. А сейчас, кстати, сколько времени у нас? Так, сейчас, ай, момент, 8.47. Так, ну, время еще рано. Я сегодня встала достаточно рано, потому что планы на сегодня грандиозные. Куча еще дел по дому нужно сделать. Вот. Поэтому я пока откладываю все свои процессы. То есть у меня вот есть мой кардиган, который я начала вязать. Я не знаю, как его называть. Вяжу жемчужным узором. И вот вишня. Цвет вишни. Вот я его, наверное, назову жемчужная вишня. Посмотрю еще, конечно. Еще ни разу я не придумывала название своим вещам. А нет, по-моему, было у меня шапку. Я вязала из бирюзового, да? Из бирюзы. Что-то я как-то ее назвала. Морской бриз, по-моему. Вот шапка у меня была, да. И так у меня названий нет. Ну, узор жемчужный. Пряжа вишня цвет. Будет жемчужная вишня у меня. Ну, а почему бы и нет, да? Вот. Но это на такой стадии. Его я, наверное, трогать пока не буду. Хотя не факт. У меня может все вот поменяться. Задолбают меня шапки. Я просто буду вязать кардигат. Потом еще у меня по процессам. У меня же все плечевые процессы. Все плечевые. Толстовку закончила. И вот, пожалуйста. Вот эта кофточка у меня из Махера Деликат, да? Нака Махер Деликат. Ну, не знаю. Она у меня пока тоже... Нет, я ее сколько-то продвинула. Я, по-моему, снимала, когда ТЭК. Я сидела и ее вязала, да. Потому что, ну, заморачиваться тут не нужно. И легонькая. Поэтому, как бы, ну, тоже откладывается, пока будет вязаться. Но при этих плечевой изделий, мое платье Лапша, девчонки, я его буду продвигать, как я уже и сказала, да, по три ряда в день. Вот у меня 1 апреля был поставлен маркер. И все. И я провязываю по три ряда в день. Но у меня было, по-моему, пару раз я прорезала по четыре. Потому что больше рядов, да? Ну, и что? Чем больше, не меньше, да? Может, когда-то я меньше провяжу, поэтому... Ну, три рядочка я обычно сегодня еще не прикасалась. Вот сейчас отсниму вам этот кусочек, нарезочку эту, и сяду, свяжу. Я его обычно включаю в YouTube на полчасика что-нибудь. И, ну, на полчасика, минут на 25, вот такой видосик, у кого у девочек там вышел, да? И сижу, вяжу вот три ряда. Если у меня получается больше связать, да, за эти полчаса, то получается больше. Вот по четыре ряда, два раза получалось по четыре ряда. Но продвигать буду, и надеюсь, что когда-нибудь я это платье свяжу. Но сейчас, девчонки, знаете, что мне кажется? Я аж его начинала вязать, размер поменьше, чем мне нужен был. Сейчас, девчонки, я что-то подозреваю, что я начала смачно так сбрасывать вес. Я уже влезаю во все свои старые джинсы. Туговатенько еще, конечно, но влезаю в тех, которых я ходила. То есть, я, кстати, еще не взвешивалась, и вот все никак не могу себе весы купить. И я вот сейчас подозреваю, что мне это платье, если я еще скину, дойду до своего веса, я, наверное, ошиблась, и оно мне будет великовато. У меня есть такие подозрения. Ну, ладно, посмотрим, видно будет, распускать уже не буду. Уже приняла решение, что распускать не буду. И, кстати, благодаря вам, моим подписчикам, те, кто писали, не вздумай, вяжи, и все такое. В общем, я буду вязать, да. Все, я распускать не буду. Хотя были и такие, кто сказали, не занимайся дурью, распускай. Типа ты большая. Хотя я тогда в то время говорила, что я большая. Это я имела в виду рост. Я не имела в виду свой вес. Я даже для своего роста вполне себе нормального веса, да. Я метр восемьдесят. И, ну, как бы, не сказать, что у меня так уж много лишнего было. Было, но немного. Вот. Поэтому, ну, платье, наоборот, я считаю, что мне будет замечательно. Но если оно мне будет великовато, когда вот я его свяжу, тогда уже, да, тогда. Не знаю. Ну, посмотрим. Возможно, я когда-то, ведь зимой все равно будем прибавлять. Если сейчас залито, конечно, я скину, буду грядки копать, поля копать, в лес бегать и так далее и тому подобное. И, кстати, я сейчас, как самое правильное, по утрам делаю зарядку. И, кстати, намного легче мне стало спине моей, шее, рукам. Голова практически не болит. И то бывает, что я же сижу, бывает зависну. Я три часа вообще не встаю, сижу, вяжу. Но я понимаю, что это неправильно. Я просто забываю, что нужно встать и размяться. Потом встаю и все, у меня уже все болит. Ну, вот наболтала, да, вот смотрите, пожаловалась вам хотя бы. Так. Вот, вот маркерчик у меня тут повешен, то, что мне Олечка дарила. В общем, вот, начала, сделала первые переплетики. И вяжу. Так, это у меня пряжа Ализелана Голд Классик. Вот это из этого моточка. Вот что я начала из этого вязать, я не знаю. Нужно было начинать с этого, а тут сейчас это вывяжу. И нужно будет присоединять этот вот узелок. Ну и ладно. Распускать уже не буду. Вот. Конечно, сейчас все это некрасиво выглядит. Кому-то покажет все это так не очень-очень, да. Девочки, пряжа, я вот из нее связала водолазку лапшу. То, что вязала по принципу платья лапши водолазку, да. Я ее постирала, но ни разу не одевала. Пряжа-то, ну, просто связанная, да, и распущенная. В общем, ну, я ее не стала ни отпаривать, ничего. Просто не стала заморачиваться. Шапочку я свяжу, я ее сразу же буду стирать. Сразу же, я не буду ждать, когда я все три свяжу. Я буду стирать руками быстренько сразу же все это дело. Чтобы у меня оно сохло. Так что вот так вот. И я знаю, что это все выровняется. Это тоже Лана Голд. То, что он тоже из лапши, да. Потому что, ну, да, помните, я полосками вязала. Вот. И это свяжу вот так. Вот у меня такие помпошики. Это у меня с Китая таких. Но они искусственные. Вот. В общем, это вот с этим будет. Я думаю, нормальным будет вполне себе. Возможно, даже две тут такие шапочки получатся. Хотя она вряд ли. Вот. И потом будет с синим. Вот у меня маленький есть помпончик. И вот большой, ну, большой помпон я заказывала так. Что у меня так залипло. С ярмарки мастеров я заказывала у девочек. Давненько как-то. Их было комплектом, набором. Они у меня все разошлись. Вот один синий. Остался пять штук, по-моему, в наборе было. Вот. Поэтому вот эта шапочка у меня пойдет вот с этим маленьким помпончиком синеньким. Вот так. Потом. И вот еще вот эти два маленьких помпончика сереньких разделаю. Ну, вот эта будет у меня шапочка, да? Лану Голд. И потом, помните, то, что я себе толстовку связала? У меня осталась пряжа. В общем, это кролик, да? То, что Ангора кролик. Так, вот этикетки у меня здесь под рукой нет. Ну, в общем, она мягчайшая. Она офигенная, в общем. И вторую шапочку свяжу из этой пряжи. И все тут. Ну, вот как-то так, девчонки. Вот такие у меня планы на эти три дня. То есть пятница, суббота, воскресенье. Ну, если я вам завтра с утра включусь, покажу свои предвижения. Послезавтра. Воскресенье. Воскресенье с утра. Ну, наверное, в понедельник с утра я перед вами отчитаюсь еще последний раз. Ну, видно будет, я сейчас назагадываю, а потом у меня все изменится, ситуация изменится. Поэтому, не знаю, посмотрим, в общем. Ну, вообще, планирую, чтобы в понедельник отчитаться и закончить этот влог. И посмотреть, что у меня будет по шапками. Кстати, следующий у нас с вами влог, скорее всего, будет по игрушкам. Потому что мне еще нужно повязать игрушечек на продажу. Вот, поэтому, девчонки, сейчас, вот не знаю, наобещала вам, конечно, три аж целых мастер-класса. Ну, вот прямо сейчас вот и не знаю, буду ли я успевать или нет. Просто сейчас, если подвернуться, такой шанс мне, ну, как бы, предложили. Я, конечно, не вижу там какие-то вещи, которые будут дорогие, да. Ну, допустим, комбинезоны детские я сначала думала, советовалась тут с девчонками. Ну, я просто, что я знаю, что здесь у нас за ту цену, которую я поставлю, ни за что не купят. А за копейки, за 500 и за 1000 рублей вязать сидеть, да, я не буду. Ну, просто не буду, вот. А вот эту мелочевочку, это вяжется быстро и, как бы, сумму назовешь нормальную, вполне себе приемлемую. И никто, как бы, ни слова не скажет и, думаю, что купят. Вот, как, что вот так вот. А с комбезами, да, я даже тут с девчонками посоветовалась, которые здесь вот мне предложили, что повязать на продажу. Я говорю, девчонки, вот такая вот цена, плюс ваша накрутка. Будут покупать? Не будут покупать. Ну, вот единственное, что мы подумываем к лету, ближе к лету, где-нибудь в июне месяце, будут приезжать городские в отпуска к своим родным. И вот тут вот можно будет, возможно, повязать, потому что городские едут. Ну, это же не только вот с нашего города, с Архангельска едут. Все тут питерские едут, москвичи едут. В общем, они все ездят в райцентр туда, по магазинам шарятся, потому что больше здесь у нас сходить по магазинах что-то купить негде. Они едут в деревня, да. И вот поэтому, возможно, к лету я и повяжу что-нибудь такое. И вполне возможно, что вот городские, это ручную-то работу у нас и купят. А вот наши, как я их называю, барыжьи и рожи, не купят. Так что вот так вот. А вот, ну, посмотрим, короче. Сейчас пока вяжем шапочки, девочки. Что болтала, наболтала 11 минут. 12 уже почти. Ладно, девочки, давайте, короче, до завтра. Завтра я вам включусь и покажу свои продвижения. Девочки, наступил уже новый день. Суббота, время 9 часов утра. Начало 10-го даже, наверное, уже 20 минут 10-го. Ничего себе. Так, ну и как видите, у меня уже вяжется вторая шапочка. Первая готова и практически высохла. Вот такая шапуля. Ну, сюда буду прилеплять или бусинки, или какие-нибудь капельки. Ну, чтобы товарный вид был. Плюс потом помпончик. Она сейчас еще влажновата. Думаю, что к вечеру высохнет и будет готова. Вот. Ну и вяжется вторая шапочка. Ее я начала еще вязать вчера, но сегодня уже немного повязала, продвинула. Девчонки, у меня вчера вообще такой продуктивный день был. Естественно, я не забыла про лапшу. Связала три ряда лапши. И вообще, знаете, кучу-кучу дел сделала по дому. И вот столько у меня, наверное, было связано от шапки. То есть я вот сейчас несколько переплетиков всего, два, наверное, сделала. Ну, нормально, в общем. Я с собой довольна вчера, потому что куча дел будет сделано по дому. Сегодня тоже план довязать эту шапочку. Три ряда лапши и начать вторую. Будет вообще замечательно. И надеюсь, что три шапки к понедельнику у меня будут готовы. Так что вот так вот. И, девочки, давайте расскажу еще про свои новости. Вчера, ну, те, кто на меня подписан в Инстаграме, те девочки видели. А, кстати, девочки, по поводу Инстаграма. У нас скоро 6 тысяч человек будет. В Инстаграме у меня даже 500 человек нету. Где вы все мои дорогие? Так 500, там 490, наверное, у меня человек. Ну, половина из них, ну, пускай не половина, а треть. Это мои, которые здесь у меня родные, близкие, друзья, знакомые. А где вы все? В общем, я вчера в сторис выкладывала свою толстовку. Ну, и задала там вопрос. Я ее выложила, она когда сохла, и задала вопрос, нужен ли мастер-класс. Ну, потом она высохла, я ее еще на себя примерила, тоже выложила. Ну, девчонки, особо не буду распространяться. Те, кто на меня в Инстаграм подписан, те знают, что я выкладывала, девчонки. Ну, было, конечно, да, большинство, что за мастер-класс, да. Ну, а, девчонки, вечером я свое решение изменила. Мастер-классу не быть, так как на раю наехали. Ну, кто, девочки, меня смотрит постоянно, те знают, что я срисовала у Ксении Маликовой фотку, да, и по этой фотке я связала. Единственное, что у Ксении, по-моему, реглан снизу, смотря по погону, по-моему, погон снизу, я связала погон сверху. Ну, в общем, Ксения мне написала и спрашивает, вы думаете, это нормально, это красиво? Я подумала, что да, наверное, это и ненормально, и некрасиво. Хотя и техники разные, ну, понятно, что все равно фотку я срисовала с нее, это точно такое же. Единственное, что Ксения посмеялась над капюшоном. Я говорю, капюшон меня само бесит, он закручивается весь, я его буду отпаривать, потому что завтра собираюсь идти фотки делать. Вот, и, в общем, девчонки, я решила, что мастер-класса не будет. Ну, во-первых, я не хочу конфликтов, я знаю, что будет конфликт. Я, конечно, написала, что я хотела сделать экспресс-мастер-класс на YouTube, и она вот мне говорит, вы думаете, это нормально, это красиво? Ну, да, наверное, это и ненормально, и некрасиво. Я, в общем, согласилась, я говорю, да, я полностью с вами согласна. И, в общем, сказала, что мастер-класса не будет. Девчонки, не переживайте, именно по такой толстовке это очень простая моделька. Вот еще капюшон нужно будет мне доработать. В общем, я думаю, что мы с вами свяжем что-нибудь похожее с той же техники. Техника у меня своя, ее я сама, да, то есть не та техника, что у Ксении была. Ну, в той же технике свяжем что-нибудь другое с вами. Хотя, по идее, реглам погон сверху на YouTube, наверное, куча мастер-классов. Я, кстати, не смотрела ни разу, не заморачивалась. На, посмотрите, наверняка там есть и что-нибудь подобное, наверняка тоже можно найти. Это вообще самая простая вещь. Поэтому, как бы, ни ростка, ничего тут не вывязывала. Я прямыми обратными рядами потом все это дело соединяла. Очень простая вещь получилась. Но, наверное, то, что у Ксении снизу было вязано, у нее там, наверное, и посложнее позаморачивались. Ну, а у меня проще простого. Так, и, девчонки, что я хочу еще показать? Вот то, что я стирала свои вещи, комплекты в предыдущем влоге, наверное, вам показывала. Девчонки, я хочу показать свой комплект. Я его обожаю. Варежки вот такие вот, шапуля и снуд. Вот, девчонки, это я вязала шапка и варежки по мастер-классу Натальи Емельяшиной. Снуд придумала сама, но коса тоже Натальи Емельяшиной. Ссылочку на Наталью я вам оставлю. И, короче говоря, девчонки, пряжа Ализе Лана Голд Классик. Что я вам хочу показать? Ничто, нигде не закаталось, ни единого, девчонки, катышка нет. Замечательно выглядит. Цвет, конечно, не такой на камеру, он такой прямо классный, насыщенный. Тут у меня еще волоски кошачьи, кота фея моего. Вообще, девчонки, ни одного катышка. Ну, вот на варежках где-то, по-моему, что-то было. Ну, вот такая мелочевочка. Ну, я не считаю, что это там какие-то катышки. Вот это вот чуть-чуть. Ну, варежки есть варежки, да. Сумки в них носила и все. А ни на шапке, ни на снуде вообще ничего такого нет. И я очень этой пряжей довольна. Вот я в очередной раз убеждаю, что Лана Голд, хоть и говорят все там Турция, не Турция, какашка, да. Кто-то скажет, и некоторые там личико скорчат, носик на морще. Фу, Турция. Ну, да, у нас, допустим, у таких, как я, нет возможности покупать офигенную дорогую пряжу. Да, 100% меринос или кашемир или что-то еще. И меня вполне эта пряжа устраивает, девчонки. Я очень этой пряжей довольна. Так что вот. У меня и дочь, комплект у нее тоже. Я вязала сразу два. На комплект дочери снят мастер-класс у меня. Если я не забуду, ссылочку тоже вам оставлю. Ну, там я вязала шапку снуд варежки. У меня, наверное, плейлист. Я вам просто плейлист оставлю, где у меня шапки снуды. Ну, там тем мастер-классом у меня многие были недовольны. Ну, не многие, но были недовольны. Я знаю, что темная пряжа. Ну, да, пряжа темная. Но кто захочет разобраться, тот разберется. Я пересматривала несколько раз, и ничего там такого нет. В общем, при желании можно разобраться и понять тоже. И вот дочка тоже носит. Шапочка ей, конечно, стало маловато. Но вот снуд, варежки она носит. И тоже не едино. На варежках есть, конечно. Но дети ведь и в снежки поиграют, и все. Поэтому вот так вот. Очень я довольна пряжей. Вот так. Так что, девочки. А, девчонки, я знаете, что же вам не сказала еще вчера? Шапочки вот эти вот. Вот эти шапочки я вяжу по мастер-классу. Так, Светлана Клубок Шоу, по-моему. Я вам оставлю ссылку именно на сам мастер-класс на шапочку. Единственное, вот там у Светланы вот такими косами связано. Здесь я начала другую косу, как вы видите, да. И третья шапка у меня будет принцип тот же. Вот именно я ушки срисовала, вот эти, да. У нее. Все остальное, как бы, ну, сама додумываю. Там я и петли прибавляю. Вот эта шапка у меня была связана полностью по мастер-классу Светланы. Я не сделала прибавок. И, в общем, именно вот это, оно очень сильно натянуто. А резинка вот как растягивается. А эта вот не тянется. Мне нужно было, потому что, сделать прибавки. Вот так вот. Ладненько, девчонки, все. В общем, ссылочки я вам все оставлю на Наталью Мельяшину на Клубок Шоу под видео. Все, давайте, до завтра. Всех с добрым утром, дорогие мои. Наступило воскресенье, 7 апреля. Время 9 часов утра. Для начала хочу поздравить всех за благовещение. И сегодня день рождения моему папе. Свитер подарен. Папа доволен. В общем, вот так вот. Так, девчонки, сегодня я вам сейчас расскажу сначала по своим шапкам. И потом у меня будет небольшое объявление еще. Так, ну, как видите, начала вязать третью шапочку. Это у нас Ангора Кролик. Так, девчонки, сейчас подождите. Покажу этикетку. Только какой где цвет, не знаю. По-моему, я даже в этот раз этикетки сохраняла. Так. Так. Ну, и с той же, что и толстовка. Вот, Ангора Кролик пряжа. Вот это вот. Так, только какой цвет. Здесь у меня 29. 602. А вот это 26, 22. Вот один из них серый. Вот этот, а второй черный. Тот, что с толстовки. В общем, это вывязываю остатки с толстовки серые. То, что осталось. Вот еще такой моточек остался. И вот эти остаточки сейчас вывязываю. Ну, это в две ниточки я вяжу. Наверное, так, 500 метров на 100 грамм пряжа. Да. 100 грамм 500 метров. В общем, серые остатки останутся. Ну, и немножко у меня еще от черного моточка тоже есть. Так. Девчонки. В общем, эта шапочка у меня еще влажновата. Совсем чуть-чуть. Ну, в общем, ну, здесь как-то вот чуть-чуть влажная. Так что я ее уберу на полотенчик, чтобы не замочить. Так. На эту шапочку прибацала уже помпончик. Тут вчера сидела. Помпончик никак разровнять не могу. Какой-то у меня... Ну, ладно. Феном выпрямлю. Так. Потом сюда мне еще нужно будет бирочку пришить. А бирочки у меня будут деревянные. Где они, кстати, у меня? Девчонки, вы меня простите. Я тут сразу произвожу разбор полета. Так. Так. Вот эти бирочки мои. Ну, естественно, все китайское. Так. Наверное, вот будет у меня тут желтенькое. Вот так вот. Так. На... А посмотрю, здесь у меня всякие разные цвета. Сюда еще. Нет, ну, синюю сюда точно я не хочу, потому что ее здесь не видно. Нужно что-то контрастное. Мне нравится желтый. Для оранжевый. В общем, посмотрю, девчонки. Так. Буду это дело приделывать. А вот на эту шапку я, наверное, на оранжевую, на горчичную, я, наверное, вот эту бирочку хандмейт прыбатьсяю пришью. Вот таким вот макаром. Ничего тогда будет. Вот так вот. Я вот все думаю, думаю, и все никак. Кстати, да, вы, девчонки, мне спасибо написали по поводу бирок. Только если, ну, временные свои заказывать их на те, да, у Наташи, мне нужно будет ей написать и записать. Так. Я вот только не знаю, как придумать. На бирке что писать? Не писать? Жирая вяжет. Мне это не нравится. Ну, канал назвать ладно так. Группу ВКонтакте. Но, в общем, ну-ка, насоветуйте, хочу бы мне на бирочках написать. Может, ну, как-то что-то придумать. Может, как-то английскими буквами. Ну, не хочу я на бирках, на шапках. Представляете, бирка будет. Рая вяжет. Нет, я не хочу. На что-то другое. Вот так вот. Так, в общем, девчонки, сегодня я это свяжу. Не знаю, возможно, вам даже вечером покажу результат. А нет, результат будет завтра, если шапочка высохнет. Чтобы мне закончить. Ну, как вы понимаете, в три дня я укладываюсь. Я сейчас ее шапочку эту довяжу. То есть, да, за сегодня. И самое-то интересное, девчонки, у меня вот это вяжется. Я как-то вот не гоню впереди лошадей, что ли. Вот как-то эти дни спокойно у меня пришли. Я задумала шапочка в день. Но у меня же получается по дому все. Я, кстати, вчера делала перестановку. Холодильники двигала. Все, самашка. Фы старые выкидывала. Ой, короче. Как вчера у меня папа смеялся. Рая и баба, и мужик. Ну да, как-то так. Пока силы есть. Действуем. Так, у меня же еще продвигается платье лапша. Три положенных рядка в день пока вяжу. Надо, наверное, постараться побольше вызывать. А хотя, подождите. Может, у меня сейчас будет получаться. Потому что, девчонки, у меня немножко меняется ситуация. Немножко ситуация будет меняться на канале. Я выхожу на работу. Так, с понедельника, то есть с завтрашнего дня, я начну сначала учебу. Ну, типа стажировочки нужно будет пройти в мебельном магазине. В общем, меня туда позвали. Не то, что работа, подработка. Но 2-3 дня в неделю я буду работать. И, девчонки, как вы понимаете, немножко на канале поменьше будет роликов. Но ролика 2 в неделю я по-любому буду выпускать. Потому что вязать я в любом случае буду. Там, девчонки, в магазине то, что работают. У нас там, как бы, небольшой такой магазинчик в небольшом торговом центре. Небольшая такая комнатка, как ларечек с мебелью. И вот, в общем, там, когда нет народу, когда просто сидишь. Ну, до этого продавец, которая работала, она все время вязала. Все время. И вот, естественно, я буду тоже вязать. Но, видимо, уже с такой регулярностью снимать видео у меня не получится. Хотя эти дни, видите, у меня, получается, уже несколько дней на канале вообще нет видео. Но опять и дела дома появляются. Скреба уже больше снег сошел. У нас снегу столько, что это вообще страшное дело, что творится. Не знаю, у меня вам получится это дело показать. Но вряд ли, наверное, получится. А-а, не получится. Ладно. Короче, горы снега еще. Горы снега, лужи. Это вообще беда, что творится. Но это обычно каждую весну вот так вот. Так что вот так, девочки. Ну, как я вам уже вначале говорила о своих планах на апрель, что у меня в жизни вообще поменялась ситуация. Поэтому на работу бы я в любом случае выходила. Потому что канал мне, скажем так, дохода не приносит. То, что там, ну, получаю, да, какие-то... Ну, это слезы, девчонки. Это на самом деле слезы. А при житочном минимуме даже тут речи не идет. Так что, ну, как вы понимаете, работать все равно мне пока нужно. Вот, поэтому вот так вот. Ладно, девчонки, я буду дальше трудиться. Опять, как обычно Рая наболтала, непонятно чего. В общем, или сегодня вечером включусь, ну, или уже завтра утром. Ну, скорее всего, завтра утром. Потому что хочу показывать уже готовые шапки сделанные, да. Ну, все, давайте, девчонки. До скорого. Девочки мои дорогие, всех с добрым утром. Время у меня сейчас 6 часов 40 минут. Вторника. Да, так получилось. В общем, в воскресенье мне шапку не удалось туда вязать серенькую. И, короче говоря, я вчера с утра в понедельник довязывала ее. Девочки, я вообще, ну, воскресенье не удалось просто, потому что у папы день рождения, как я вам говорила. Ну, и мы никого не ждали, но пришли гости. Ну, и мне пришлось быть радужной хозяйкой и как бы всем и стол накрыть, и, в общем, посидеть. Ну, и, короче, время все ушло. А там было еще благовещение, вечером ходила в храм на соборование. И, в итоге, довязывала вчера шапку. Но шапочка у меня уже, она вчера же с утра я ее постирала и высушила. Вот у нее чуть-чуть, вот здесь вот такая вот влажность небольшая, но это совсем чуть-чуть. Вот, так что, вот, девочки, довязано. И сегодня я не успеваю сейчас, чтобы все это дело доделать. Сюда сделать или бусинки, или капельки, или что-то такое. Вот, помпончики надо. Надо сейчас не успеваю. Нужно на стажировку. Я вчера прошла первый день стажировки в том мебельном магазинчике. Ну, в принципе, работа, что работа. Сиди да сиди, вяжи, да. Там хозяйка, тем более, не против. Сидите, вяжите. Перед этим девушка тоже работала. Вязала все время, поэтому, вот. Ну, эту неделю у меня стажировка. И с следующей недели я приступаю к работе. Ну, два-три раза в неделю пока буду выходить. Там шесть дней рабочих в неделю, с понедельника по субботу. Ну, в общем, посмотрим. Возможно, будем как бы по три дня. Три дня одна. Три дня я буду работать. Ну, через день. Наверное, так. Но пока еще не решили точно. Сегодня пойдем на склад. И разбор полетов будет с диванами. Со всеми этими кухнями, шкафами. Вот. Так что вот так вот, девчонки. И, ну да, пока у меня сокращаются видео на канале. Но обязательно будут влоги. Потому что вязать я буду в любом случае. Сейчас, конечно, может, эта неделя будет не так. Потому что стажировка, там я учусь. Там я в суд дело вникаю. Все бумаги, документы и так далее, да. Мебель разобрать нужно. Посмотреть наличие, что есть. И, в общем, все такое. А со следующей недели я думаю, что, да, я опять начну вязать. Единственное, что мастер-классы. Вот у меня как. Ну, я сейчас думаю, конечно, кардиган у меня будет вязаться. И мастер-класс по нему сниматься будет. Но думаю, пока будет готов кардиган. В общем, неактуально уже это дело будет. И ближе к осени мастер-класс будет выходить. Но вязать буду. Вот. Нужно, наверное, уже закупаться. По идее, девчонки, у меня вот сейчас вообще рука даже на хлопок не поднимается. У нас завезли хлопок в магазин Alize Cotton Gold. Alize Cotton Gold Plus. Под дикой цене, конечно. Ну, как обычно у нас бывает. Ну, если по чуть-чуть брать, то и ладно. А если брать, конечно, много бы, то, естественно, заказывать бы нужно будет. Ну, в общем, посмотрю. И, возможно, мы с вами что-то хлопково повяжем. Ту же кофточку, которую я осенью хотела вязать. Но потом неактуально стало. Я ее не стала вязать, да. У меня снят по ней узор, подробный мастер-класс по этому узору. Классный узор называется. Если вам интересно, просто наберите классный узор. У меня, именно в моем канале, на моем канале в поисковике. Там есть строчка такая, поиск на главной странице канала. И наберите классный узор, и там выйдет. И вот будем вязать таким узором хлопковую кофточку. Я вообще хочу купить Cotton Gold, только вот не знаю, может и плюс. Ну, нет, ну, плюс толстовато, но вот очень хочется плюс попробовать тоже. И будем вязать типа маечка, топика, футболочки. Ну, в общем, посмотрим, я еще не решила. Ну, мастер-класс тоже на летнее что-то обязательно будет. Но сейчас, девчонки, уже не так часто и не так быстро. Потому что, скорее всего, что сейчас мастер-классы я буду снимать только в выходные дни. И то, если у меня будет время. Потому что, соответственно, если я сейчас буду работать, будут и домашние дела копиться без меня тут. Если я сейчас все время дома, естественно, я всегда все слежу и делается у меня постоянно. А сейчас, если я буду на работе, то придется немножко притормозить. Вот так вот. Так, что еще я хотела сказать? А, еще, девчонки, вот что я хочу. Ульяна Че, так, ну-ка я присяду. Ульяна Че снимает, вот все время я слежу-слежу, смотрю, как она вот снимает эти рандомные, рандомные вязания. Да, то есть она кидает кубики. Ну и выбирает там, сколько у нее процессов. Шесть процессов нужно, чтобы было. Кстати, сколько у меня сейчас всего процессов. У меня три процесса на спицах. Платье лапша, кардиган мой, который так нисколько не продвинулся. Ну и кофта коричневая. Я уже показывать это не буду. В начале этого видео показывала. Вот. Нужно, в общем, шесть процессов. И будем бросать кубики. Я скачала этот рандом уже. Сейчас я вам покажу. Вот, случайные числа. Сейчас я вам покажу. Скачала специально на планшет. Вам показываю. И вот, смотрите, выбор. Игальные кости. Две. Вот. И, допустим, смотрите. У Ульяны одна точка, это 20 минут. Первый кубик, это номер процесса. Первый, второй или там третий, пятый, шестой. Всего же шесть, да, вот этих на кубиках. Самое максимальное число. Шесть точек. И получается, одна точка у Ульяны, это 20 минут. Вот. Ну, и тут, что у меня выпало, получается, тогда. Первый процесс. И так бы, да, 120, два часа. Ну, оно вот так вот как-то, да. Ну, вот я тоже что-нибудь такое хочу попробовать. И думаю, что это будет вполне себе очень даже интересненько. Так. Я люблю всякие такие штуки. Ну, естественно, те, кто смотрит влоги, для тех, как будут влоги, кто любит. У Ульяны, я смотрю, очень многие смотрят. И очень многим девчонкам нравится рандомы, да. И мне тоже очень этот рандом понравился. Но если мне нравится, почему бы и не попробовать, да. Но только тоже вот это нужно как-то так подбираться. Или просто, когда будем работать через день. Вот в это время, когда я дома. Потому что ведь бывает, один процесс выпадет на 20 минут уже, а следующий процесс там, допустим, да. Ну, то есть в течение дня. А, получается, день. Я буду, если на работе. Вот у меня будет рабочий день с 9 утра до 5 вечера. И, соответственно, где-то в 8 я буду уходить из дома. И часов в 6 только приходить домой. Ну, получается, целый день, да, я там буду. Вот. Вот, поэтому, ну, вечерние часы, естественно, я буду посвящать каким-то домашним делам. И, возможно, где-то перед сном что-то у меня получится повязать. Так что вот так вот, девочки. Ну, будет видно, загадывать особо еще не буду ничего. Мне вот нравится макушечка тут у меня. Вот, смотрите, как. Да, вот оно, кстати, влажновато. У меня вот такая макушечка у меня закрылась. Солнышко или цветочек. Вот так вот. Здесь вот так. Так что вот так, девочки. Так, мастер-класс Светланы Клубок Шоу. Ссылочки будут все под видео. Проходите и смотрите. Мастер-класс подробный. А, в принципе, тут вот это все подогнать. У Светланы вот такая шапочка. Вот именно вот с такими косами. Но у нее не делались вот здесь прибавки. Я на эти косы делала прибавки. Хоть и меняла номер спиц, мне все равно пришлось. Вот, девчонки. Вот смотрите, что ногти себе какие сделала. Темно-синие. Здесь кажут черные, да? А вот. Вчера сидела 5 часов. Это наращивала я. Как вы видели, у меня полностью все ногти были сломаны. Ну, я сняла просто материалы. Вчера сидела 5 часов, себя наращивала. И у меня лучше всех получилась правая рука. Потому что больше половины часа 3 у меня ушло 3 с половиной, наверное, на правую руку. Но левой рукой делать, конечно, да, не фонтан. Так что вот так вот. Так, все вроде я сказала. Всем с вами поделилась. Да, у меня, конечно, давно не было видео на канале. Так что сейчас буду ставить это дело, все монтировать прямо на телефоне. С телефона же буду загружать. Возьму с собой планшет, чтобы теги проставлять удобнее было. И ссылочки оставлять. Потому что с телефона оставлять ссылки и проставлять теги для меня это катастрофа. Катастрофическая. Так что вот так. Вторую вкладку не открыть. Ладно, девчонки, давайте все. До скорого. Когда сейчас видосик будет, не знаю. Но надеюсь, что, возможно... Так, сегодня у нас какой день недели? Сегодня вторник. Ну, посмотрим, что будет, как у меня с вязанием. Но навряд ли я эту неделю буду вязать. Ну, какая-то, может, болталочка выйдет для вас, по-моему, у девчонок. Новый тег появился. Отвечу на вопросики тега. Ну, на следующей неделе, надеюсь, что хотя бы будут влоги. И вот это рандомное вязание я хочу вообще обязательно попробовать. Очень хочу попробовать. Возможно, даже пускай и начну его сегодня, пускай. А к мне нужно завести сначала 6 процессов. А мы с вами вот и заведем вместе эти 6 процессов. Так, все, уже начала планы планировать. Вам уже потом интересно смотреть будет. Ладно, все, девчонки. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось, поставьте обязательно пальчик вверх. Если вы здесь впервые и на канал не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что все равно будет много всего полезного и интересного. И мастер-классы будут. И болталочки, и развлекалочки. Так что, девчонки, все у нас с вами впереди. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ну, и еще раз спасибо большое за просмотр. Пока!